Газообразование, метеоризм, вздутие живота Есть пять причин тому и как их устранить Об этом сегодня и будет в видео Глобальнее говоря и в общем Дело всегда только в питании И исключительно только в нем Как бы вы не меняли свое питание Но если при этой смене у вас есть проблемы Данные газообразования, вздутия, тяжести в животе, боли После еды и так далее То вы неправильно питаетесь Или вы имеете и не можете устранить Свой СИБР, то есть синдром избыточного бактериального роста И дисбактериозные состояния А возможно у вас есть еще и синдром дырявого кишечника О нем у меня было видео И еще в самом конце видео я порекомендую вам Живые бактерии, натуральные продукты и препараты Которые устранят дисбактериозные состояния И другие проблемы с кишечником А также я дам очень важные видео Для более детального изучения и понимания этих проблем Итак, первая причина Газы вызывают сахара и крахмалы Уберите их из питания Хотя бы на время Дело в том, что бактерии поедают сахара и крахмалы Это их основная пища А побочным продуктом их жизнедеятельности Является сероводород и метан А если же процесс естественной ферментации Идет у вас не в толстом кишечнике Как это должно быть А ранее, в тонком Возникает СИБР Происходит рост патогенной кишечной микрофлоры Которая и питается этой пищей Которую человек регулярно ест Такой пищей, которая не является видовой И является еще донатурированной То есть мертвой, вареной и жареной Главная причина газов и плохого переваривания пищи Это быстрые сахара Глюкоза, фруктоза, сахароза И тем более, если вместе с ними Есть белковая пища Ну помните, как в том фильме Первое, второе, третье и компот Таким образом, вторая причина Несовместимость еды Смотрите потом обязательно мое видео Раздельное питание, ссылка будет в описании Третья причина Недостаточность ПА, то есть кислотности А она должна быть от 1 до 3 единиц Желудочного сока в желудке Отчего снижается концентрация соляной кислоты в желудке? От приема антибиотиков, антоцидов Химии из пищи От части возраста Который в данном случае показывает время Протяженности, то есть запущенности Аномальных состояний и процессов Если кислотность желудка слабая Выше 2,5-3 единиц То пища переваривается плохо Особенно белковая Дезинфицирующие способности и свойства Желудка снижаются И пища плохо переваренная Плохо разобранная в желудке Проходит в следующий отдел Желудочно-кишечного тракта В тонкий кишечник А именно в первый его отдел В 12-перстную кишку А там нужны и присутствуют Уже иные характеристики среды Дело в том, что общий желчный проток Несет щелочную среду Желчь от печени желчного пузыря И ферменты с гормонами От поджелудочной железы Их среда щелочная До 8,6 pH Тогда, если пища, прошедшая от желудка В 12-перстную кишку Плохо переваренная То поджелудочная железа Как бы берет на себя роль желудка Она работает с перегрузкой Чтобы выделить много ферментов Ну, гораздо больше, чем должна Если бы желудок Выполнял в норме свою работу То есть в полной мере Ну, а если нет То поджелудочная работает с перегрузкой Так вот, для того, чтобы переварить Не полностью разобранную желудком пищу В первую очередь Сложные высокомолекулярные белки На составляющие То есть полипептидные цепочки Белковых молекул Которые потом уже В кишечнике разбираются На аминокислот Поджелудочная железа Выделяет большое количество ферментов Работает в этот период на износ И вот все это приводит К нарушению пищеварения Тот же сибор Дисбактериозные проблемы Иного рода И еще одна проблема Дело в том, что Недопереваренная пища Начинает поедаться Определенными видами бактерий Но не симбиотических У них другая должна быть пища А патогенных Они начинают активно размножаться И постепенно вытесняют Симбиотическую микрофлору Хотя правильно говорить, конечно, микрофауну Так как бактерии все же не растения А животные Эти бактерии, в том числе гнилостные Если человек ест мясо, сыр И другие продукты животного происхождения Выделяют самые едкие газы В результате переваривания белков Ну а если мясоед еще любит заедать Основные блюда, так сказать, сладким На десерт Причем не важно чем То есть тем, что содержат сахара Глюкозу, фруктозу, сахарозу Даже натуральную То есть не только сахар А фрукты, сухофрукты и тому подобное То тогда это брожение и газообразование Идет в большем объеме И гораздо дольше, чем если бы он не ел сладкое А люди думают, почему же я съел салат А у меня вздутие газообразования и прочие проблемы Почему меня раздувают? Вот почему Подытожим и добавим еще две причины Потому что вы едите несовместимую пищу Например, белковую со сладким сахарами Вы едите много сладкого А сладкое вызывает плохое переваривание пищи И рост патогенных бактерий Более того, вы едите сладкое комплексно То есть первый, второй, третий компот Когда пища несовместима И происходит возникновение дисбактериоза И плохого переваривания пищи Более того, плохого усвоения пищи Но это уже отдельная тема Итак, четвертая причина в том Что вы едите много пищи за один раз И ваша ферментная система Просто не успевает переваривать эту пищу И вот вам пятая причина Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео С вашими знакомыми и близкими Разместите его в соцсетях Которыми вы пользуетесь Не поленитесь Этим самым вы и отблагодарите меня За важную информацию, которую я вам даю За мой труд И сделаете хорошее дело людям Подсказав им посмотреть очень важную информацию Пятая причина Вы запиваете еду водой А еще хуже, что если чем-то другим А не просто водой Дело в том, что таким образом Вы разбавляете концентрацию ферментов И пищеварение ухудшается И так вот вам эти пять основных причин И еще, если вы резко изменили питание с мертвого Донатурированного на сыроедное живое Без предварительного очищения организма Подготовки, плавного перехода То, конечно, могут возникать и в этом случае Состояние дисбактериоза И прочие проблемы с кишечником связанные Но это временно И опять же сладкое Даже если вы перейдете на сыроедение в начале Исключите сладкое из своего питания Никаких фруктов пока есть не надо В общем, вот вам и причины вздутия газов И боли в животе, и тяжести И тому подобное И еще раз важный акцент У вас не там идет Не в том отделе кишечника И более того, идет аномальная ферментация То есть не в толстом кишечнике, а в тонком Причины я назвал Ну а оттуда и вздутие, и боли, и тяжесть в животе Как убрать эти проблемы? Ну, ответ очевиден Скорректировать питание с учетом того, что я сказал То есть устранить причины Первая причина А вот что я рекомендую вам, дорогие друзья Для того, чтобы вы смогли улучшить свое состояние Ну, то есть своего кишечника Уменьшить вздутие газообразования Укрепить работу симбиотической кишечной микрофлоры Подавить патогенную микрофлору Но понятно, главное Изменить питание Убрать те факторы, о которых я говорил выше То есть пять причин Я очень рекомендую вам применять яблочный уксус За пять-семь минут до еды Одну чайную ложку натурального яблочного гостовского уксуса На одну треть стакана теплой воды И выпивать за пять-семь минут до еды Тогда усилится выработка желудком соляной кислоты Будут лучшие дезинфицирующие способности желудка И улучшится переваривание пищи Особенно белковой его составляющей Что снизит нагрузку на поджелудочную железу Простой способ, но эффективность колоссальная Можно купить в аптеке бетаин гидрохлорид И принимать по пять-восемь таблеток за раз Это также помогает вырабатывать соляную кислоту желудки Но все же лучше с яблочным уксусом Кстати, он у нас есть в продаже Выдерживается в бочках дубовых год И является абсолютно экологически чистым продуктом На нашем сайте надгард.ру Есть он, а также то, о чем я буду говорить далее Ссылка будет в описании под этим видео Второе. Куркума с черным перцем Очень сильный антиоксидант Это естественные натуральные дезинфицирующие средства Помогают справляться в том числе с дисбактериозом Посмотрите мое видео о куркуме Ешьте обязательно чеснок Это сильное желчегонное средство И мощный природный антисептик Не можете есть чеснок по причине запаха Пожалуйста, чесночный порошок Натуральный вакуумный сушки С сохранением всех питательных И, соответственно, лечебных свойств У нас на сайте он также есть Теперь особое внимание Бактерии эвиты Это симбиотические пропионовые бактерии Которые восстанавливают работу кишечной микрофлоры Которые убирают дисбактериозные состояния Курс 30 дней Один флакончик в день Три коробочки То есть 30 флакончиков Это курс один месяц Под этим товаром у нас на сайте Прямоугольные рамочки красного цвета Кратко В нескольких строках Описывается, как это применять Все предельно просто Следующий продукт Это гель сорбент Непременно про него видео Посмотрите Уникальное питание для кишечных бактерий И очистка организма Вместо магнезии с кружкой эсмарха И так далее Простые травы, зелень Многие дикоросы Такие, как крапива сныть И так далее И, конечно, культурная зелень Такая, как укроп и мята Тоже являются хорошими Естественными дезинфекторами Ну, а также пищей для Кишечных симбиотических бактерий Напомню еще раз Надо убрать сладкое Из рациона питания Или разносить его Сладкое От любой иной пищи На 3-4 часа У некоторых людей, конечно, есть Непереносимость лактозы Но вообще По многим причинам Надо убрать все Молочные продукты Из рациона питания Ну, кроме сливочного Или топленого масла Так как чистые жиры Не меняют Работу кишечной микрофлоры В негативную сторону А вот молочный белок Козеин Дисахарид лактоза И некоторые другие компоненты Однозначно Негативно влияют Тем более у тех людей У кого уже есть Проблемы с кишечником Следующая группа продуктов Это всем известный Глютен И вообще Шире говоря Лектины Белки лектины К которым в том числе Относится глютен Они вызывают Аллергические реакции Вздутие Но в основе Воспаление Поэтому У кого проблемный кишечник Не надо есть Эти продукты По крайней мере в начале Знайте о том также Что если вы будете есть Хотя бы временно Только овощи И зелень Плюс авокадо Или иные жиры Но исключая все сладкое То вы увидите Что у вас быстро Уйдут эти проблемы То есть Газы Вздутие И так далее И пищеварение наладится И вздутие Больше не будет Попробуйте Хотя бы 2-3 недели Ну а вообще Конечно Подбирайте Экспериментально Лично свои овощи Зелень И другую пищу Но со знанием Уже дело конечно Которые не будут У вас вызывать Эти состояния Я также советую Добавить такие БАДы То есть Биологически активные Добавки Концентраты Только природные Натуральные Как спирулину Хлорелу Которые содержат В своем составе Колоссальное количество И разнообразие Многих витаминов И минералов Ну а говоря о фукусе Это конечно Кладезь минералов То есть По сути Это концентрат минералов Многие из которых Очень дефицитны Ешьте пищу А не то Что продается В супермаркетах В упаковках Тем более Переработанную пищу Ее не ешьте категорически Добавьте в свой рацион Псилиум Это шелуха семян Поддорожника Очень полезная штука Для кишечных бактерий Для очищения организма А также добавьте Бета-глюкан Это кстати Не только природный загуститель Но еще и противораковое вещество Очень полезное Мы его производим Оно даже идет на экспорт Это лучший в мире Бета-глюкан Ссылка в описании Будет под этим видео Жвачки никакие Не используйте Вообще химию В рот не тащите Но если это Пагубная привычка У вас осталась То пожалуйста Вот вам альтернатива Это антисептическая Природная жвачка Из живицы кедра Ссылка также будет В описании На этот продукт Помните Никаких напитков Только вода Пейте Только воду Вода должна быть Разумеется Химически чистая Мягкая Не жесткая И очень желательно Водородная То есть Перенасыщенная Йонами водорода Лучший прибор Из персональных Генераторов водорода Это стакан УВП Ну а лучшие Проточные Три модели Будут даны Под этим видео По ссылке Ну и в завершении Я попрошу вас Поставить пальчик вверх Подписаться Кто еще не подписан На мой канал Нажать колокольчик И выбрать получение уведомлений О выходе всех видео Отправить Ссылочку на это видео Всем друзьям Знакомым Близким Поделитесь И оставьте комментарий Под этим видео Это поможет Продвижению Моих видео И это будет Минимальной Хотя бы Благодарностью От вас Мне За мои Труды За мои Видео Всего вам хорошего До новых встреч До новых встреч